Друзья, всем привет! Сегодня у нас самоделка нестандартного назначения. Пока не скажу для чего, но это связано с холодным временем года. Для каркаса этой самоделки я буду использовать брусок 50 на 50. Напилю его торцовочной пилой по размеру как на видео. Размеры скорее индивидуальны, мне захотелось сделать так, а вы если будете повторять, то возьмете либо эти размеры, либо подкорректируйте как вам удобно. Чтобы комфортнее было работать с материалом, сошлифую сколы и заусенцы на брусках. Теперь формирую каркас будущей самоделки и для времянки зафиксирую ее пневмопистолетом на гвоздики. В принципе на гвоздиках все держится, а с учетом того, что сверху каркас еще стянется финишным материалом, то вполне годно. Но все равно на всякий случай вгоняю по 76 саморезу в бруски. Наверх кидаю остаток тонкой фанерки, а точнее это будет дно. Напиливаю в размер и фиксирую скобами. Фиксирую скобами. Какая же все-таки удобная штука этот пневмопистолет. У него еще сегодня будет работка. Будем резать в размер вагонку и, собственно, прибивать ее к каркасу. Для нарезания одинаковых деталей по-быстрому сделал упор и прикрутил его прямо к столу саморезами. Для удобства дальнейшей работы соезде не стал зашивать все полностью. Убираю его пока в сторону. Так как вначале говорил, что самоделка будет связана с холодным временем года, то естественно будем ее утеплять. Купил для этих целей упаковку Penoplex Comfort на 50 мм. Почему я выбрал этот материал? Его удобно просто монтировать, как детский конструктор. Он экологически безопасный. Насколько я знаю, его делают из аналогичного сырья, которое используется для производства детских игрушек, трубочек для коктейлей и одноразовой посуды. Также он имеет почти нулевое водопоглощение, соответственно он не боится влаги и отлично держит тепло. А для этой самоделки это очень важно. Наша задача нарезать Penoplex по размеру каркаса и встроить его туда. Шипы постараюсь там, где можно убрать. Воспользуюсь самодельной приспособой для этого. Также для нарезки буду использовать лобзик с доработанной пилкой. Такой пилкой удобно резать Penoplex, так как получается ровно, быстро и без пыли. После нарезки вставляю утеплитель в каркас, предварительно нанося клей пены на листы. Нота в руку. Мес vérот Теперь можно забивать последнюю сторону, она будет лицевой. Наношу разметку под проемы, их тут будет два. Выпиливать буду лобзиком с предварительным сверлением для прохода пилки. Продолжение следует... Один из проемов будет окно. Нашлось такое тонкое стекло от старой фоторанки. Впоследствии думаю заменить его на оргстекло. Но пока не нашлось его, будет это. Его нарезаю в размер. Дублирую отверстие на утеплителе. Продолжение следует... Так, теперь все собираю. Внутри добавляю еще одну стенку из пеноплекса. Продолжение следует... Собираю верхнюю часть. Это будущий люк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Крашу все бесцветным акриловым лаком. Немного терпения. Осталось сделать декоративную часть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...